Привет! Мы с вами находимся в Таганском и Южно-Портовом районах Москвы. Один это центральный округ, а другой юго-восточный округ. И здесь от Белиновского проезда в площадь Витязь-Казахстан, это недалеко от метро Провитарская, и до 1-го Дубровского проезда у Новоостаповской улицы, это недалеко от метро Лугоградский проспект, проходит Сосинская улица, двустороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Двина ее составляет около 850 метров, ну почти километр. И фактически она представляет собой сначала внутридворовый, ее очень трудно найти даже где она начинается. Если вы будете искать, то смотрите внимательно карту, потому что сначала она начинается очень неприметно, там неподалеку как раз от Лугоградского проспекта, и она там где-то в домах начинается, где-то во дворах домов. И сначала даже не кажется, какая-то улица, это даже не улица, просто какие-то проезды там внутридомовые. А с этого улица начинается, но потом она уже больше становится похоже на улицу. Ну а затем она больше напоминает такой проезд такой, в принципе, даже несколько промышленный. На двух участках улицы есть также разрывы, препятствующие сквозному проезду автотранск. В общем, такая еще улица. Вот, ну и названа была улица в начале 20 века, то есть на самом деле она довольно-таки древняя такая, по фамилии местного домовладельца, ну, очевидно, там 19-го, может, как раз, начало 20 века, но, наверное, его звали Сосин, скорее всего, Сосин. Поэтому Сосинская улица. Ну, опять же, имеем в виду, что в начале 20 века никаких домов, которые мы сейчас тут видим, вообще не было, и поминут высотных домов, которые все окружают около метро, проектовская. Тогда была другая система застройка. Это вообще была, может быть, окраина Москвы, и здесь, в принципе, в основном были деревянные дома, там, ну, и, может, какие-то небольшие кирпичные, но их было бы не так уж и много. Так что тогда все было совсем по-другому. Вот, поэтому тогда действительно там была настоящая улица, но она тогда, вокруг нее стояли там жилые дома, окружение деревянных домов, по-сому. Ну, а сейчас тут недавно построили на этой улице жилой дом, и он единственный, который числятся по этой улице, 15-этажный, подром 6, 2015 года постройки. Он построен был на месте сессионной пятиэтажной. Вот, ну, и помимо жилого дома, так же здесь находятся несколько нежилых объектов. Это детский сад с бассейном подром 4, гитарная мастерская подром 43, строение 3, это уже в конце там офисное здание подром 43, строение 8. Ну, и самый главный объект, конечно, такой очень интересный, это бывшая фабрика кухни Микояновского мясокомбината. Вот, позднее Контутовское бюро машиностроения, здание подром 43, строение 10. В 1333 году постройки в селе конструктивизм, как тогда строили. Это такое двухэтажное здание, фабрики и кухни вот это. Ну, Микояновский мясокомбинат находится по другую сторону, у этого Волгоградского проспекта, там, учились, по-моему, по улице Плалихина, ну, в общем, между улицей Плалихина, который там по другую сторону отходит, от этой улицы туда же по другую сторону, Волгоградский проспект и сама Волгоградская проспекта. Вот, ну, внутренности ее, естественно, не сохранились уже, этой Москвы, фабрики кухни, ну, а так, само здание сохранилось, и, в общем, оно неплохо сохранилось. Такое четырехугольное здание с непрямыми углами, имеет такой сложный в плане двор и ярусный полукруглый объем со стороны главного фасада. Интересно, ленточное остекление такое, ну, как и свойственно для архитектуры конструктивизма. Супенчатый свелок здания, сильный вынос скругленного обеденного зала протяженным балконом на втором этаже, кто придает этой фабрике кухни такой корабельный, не вытянутый, динамичный хокус. Вот, ну, появление такой фабрики, в общем, неудивительно. Тут было много, да, на нового завода, в том числе и, конечно, и Микоямовский завод, также издание Первый ТЭС, который тоже сохранился вот на Волгоградском проспекту. Ну, теперь тут, в принципе, находится школа танцев, и другие всякие там, ну, короче, в аренду все это остается. КП машиностроение тоже может находиться. Вот, собственно говоря, и все. Нумерация зданий здесь очень нестрого. Практически все дома, которые находятся на этой улице, имеют нумерацию по соседнему улице. То есть, относится к Волгоградскому проспекту, там вот идешь по одной стороне, там и ту жилую дома, они в основном по Волгоградскому проспекту. Вот, ну, в основном сохранились только уже в конце улиц, вот эта фабрика кухни, другие там некоторые офисные здания, уже под номером 43 сохранились и все. И в начале улицы там детский сад, и вот это какая-то мастерская там есть. И остальное одно из, кстати, и улицы. Ну, здесь, видите, немножко бардатка, чехар, да? Вот эта борьба старого и нового, какая-то нумерация еще от старого сохранилась, в другой стороне уже новое что-то принесло. И вот поэтому с нумерацией здесь некоторое путинство. Ну, а до этой улицы отходит небольшой сосенский проезд, он совсем маленький, и он тупиковый, доходит, в принципе, до территории госпиталя Деактирана Хвойт, который числится по 2-й Дубровской улице. И вот, и тоже он проходит рядом с Лугарнадским проспектом, как и Сосинская улица. Ну, и проезд совсем маленький, всего 150 метров, и фактически является он тупиком. То есть он идет от улицы и вот до территории госпиталя. Деактирана Хвойнка, то есть есть на огороженном, есть на забором таким глухим, и туда уже не проедешь, не пройдешь. Вот и все, что здесь числится, это один всего типичная советская пятиэтажка, кирпичная, по-моему, 8, причем интересно, да, в 1957 году постройки. И стоматологическая поликлиника, это не жилой объект, по-моему, 6, двухэтажное здание. Ну, в принципе, все, что есть. У нас был проезд Кадая улицы, начале 20-го века, да, понятно, по Сосинской улице тоже, который, он, собственно, примыкает, от которого он начинает. Ну, это все, жилой дом и стоматологическая поликлиника. Вот, тут ничего точно интересного не представляет, если по улице, конечно, фабрика кухни, несомненно, представляет интерес, конечно же, таких уже зданий все меньше и меньше. Вот, пусть это сейчас уже не фабрика кухни, но архитектура здания, она, конечно, интересный представляет. По проезду ничего интересного. Ну, тут можно просто брянуть, да, вот, он весь просматривает, сотрудится, и все, и дальше идти. Там ходить не обязательно. В принципе, там идет такой жилой дом пятиэтажный, все, и прям за жилым домом там госпитие уже находится. Ну, а доехать лучше, в принципе, метрополитарской, сразу, в принципе, чуть-чуть пройти, может, метров, там, 200, метров 300, и попадаем как раз в начало этой улицы, собственно говоря. Все дела. Ну, и от улицы уже к проезду, если есть желание. Вообще, страспорт ни по улице, ни по проезду, конечно, не приезжает. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах.